В Ставрополье задержали целую банду высокопоставленных правоохранителей, которыми руководил начальник УГИБДД Алексей Сафонов. Это его безвкусные хоромы с золотыми унитазами мелькают в СМИ последние дни. Однако дальше развитие дела не пошло, хотя там есть где разгуляться, вплоть до губернатора, уверен председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он поделился своим экспертным мнением с накануне ТВ. Эксперт напомнил, что Сафонов на посту начальника находится не первый год. Такой дворец возник не на пустом месте. И кто за всем этим следил? Привлекать к ответственности нужно не только самих нарушителей, но и местных антикоррупционеров, надзорные органы, чиновников, которые назначали и не досмотрели за таким сотрудником. Пока не будет персональной, в то же время коллективной ответственности, мы будем слышать о таких персонажах постоянно. Конечно, положительная динамика есть. Все-таки таких случаев становится меньше, да и выявляют сразу целые коррупционные группы, как в Ставрополье. Но проблема остается. Проблема безответственности вышестоящих органов, уверен Кирилл Кабанов. И пока не введут коллективную ответственность в систему поручителей, мы можем регулярно обсуждать подобные истории. Просто одной рукой контролирующие органы как бы следят, другой рукой звонят попросить за родственников, друзей. Так вся эта круговая порука постепенно и формируется. И надо смотреть всегда выше, ведь не просто так ранее губернатор Ставрополья попадал в коррупционные скандалы, в которых арестовали его заместителей, но сам он остался на месте. Вот в эту сторону и нужно копать, уверен эксперт. Ведь там, где губернатор не завязан во все эти отношения, он будет однозначно бороться за чистоту правоохранительных органов. А если губернатор сам погряз в этом вплоть до того, что его замов арестовывают, то что еще тут нужно сказать? Если он якобы не знал, что у него заместители коррупционеры, то он либо слепой, либо непригоден, в любом случае надо увольнять. От себя добавим, что, конечно, хорошо, что коррупционеров вяжут. Но это и довольно симптоматично, когда в государстве воруют, начиная с правоохранителей и заканчивая министрами. А может и не только министрами. Но принцип правящего класса известен. Своих не бросаем. Вот Сафонов оказался не своим. А остальные? Остальные живут припеваючи. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ.